Вы даете право на запись и публикацию этого интервью? Да, даю. Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, год рождения, где родились? Сельдиков Владислав Маратович, 29.08.2002, родился в Красноярском крае, в городе Железногорск. А фактически проживаете ли? Внутри воинской части, Московская область, город Нарфавинск. Город Нарфавинск. Где вы учились, что вы заканчивали? Учился, окончил 11 классов в 101-й СОЖ, в городе Железногорска. После поступил в Сибирский государственный университет, после чего подписал контракт. Из школы, пожалуйста, назовите классного руководителя. Екатерина Сергеевна, учитель физкультуры. Близко. Вы понимаете, что вас сейчас может накрыть так же российской ракетой, как и любого из нас? Да, понимаю. Хорошо, однокурсников назовите. Однокурсников. Точно не помню. Ну, фамилии... Фамилии не помню. Могу тех, с кем в школе учился. Давайте в школе. Алексей Николаенко, Денис Дранишников. Девочки учились? Да, Ирина Пилипчук, Вероника Новикова. Ирина Пилипчук, Вероника Новикова. Кто на курсе у вас был старше? На курсе? Екатерина, фамилию не помню. Не помните фамилию. Хорошо. Как, при каких обстоятельствах попали в Украину и попали в плен? Наше командование сказало продолжать движение в колонии на учениях, после чего, как казалось, мы вторглись в украинское государство и в ходе того, как мы передвигались по территории Украины, мы встречали сопротивление. И 26 числа наша машина заглохла на дороге, и наша колонна ехала без нас. Вы не встречали сопротивление? Нет, встречали. Как долго вы проехали по Украине? Как много? Два дня. Два дня просто ехали и не было никакого сопротивления? Нет. А какие были вообще реакции? Вы останавливались где-то? Вы что-то у кого-то спрашивали, с кем-то разговаривали, ели, пили? Питание у нас было с собой в машине, и по дороге мы один раз остановились на ночлег, и второй раз потому что отстали от колонны. Также остановились на ночлег. Догнали колонну, и 26 числа, когда колонна двигалась вроде как по Киевскому шоссе, у нас заглохла машина, и колонна уехала без нас. Как вы считаете, вам повезло, что у вас машина заглохла, и вы в плен попали? Да. Повезло. Значит, давайте позвоним близким. Это мы звоним? Отцу. Отцу. Сидикову Марату Шерепановичу. Если он не возьмет трубку, есть еще чьи-то номера? Да, нужно попробовать номер мамы. Да, пока продолжаем общаться дальше, не дозвонились вашему отцу. Отец, где работаем ваш? В охранном предприятии. Мать? Не знаю, в Калининград уехала. Братья, сестры есть у вас? Двоюродные. Только двоюродные, да? Как думаете, что может быть связано, что у вашего отца на автоответчике телефона мать? Может, он находится сейчас на работе, я не знаю. Ну, могло бы на него производиться какое-то давление или какие-то консультации от ваших спецслужб или нет? Считаю, что да. Могли. Что вы могли бы передать россиянам, которые уже в Украине, либо же направляются в Украину, которых отправляют? Не пересекай границу, а тем, кто находится сейчас на территории Украины, то сдаться. Либо сдаться в плен, либо пытаться отступить. Как я знаю, при отступлении срок дают большой. Так что, наверное, у них безвыходное положение, как я считаю. А как вы думаете, вам что-то грозит по возвращению в Россию? Не знаю, от меня зависит, это больше зависит от властей, которые будут принимать решения относительно нас. Наконец-то. Алло, привет, пап. Здорово, как? Что-то странный город, как будто из Латвии. Это так, это правильно, это нормально. Переместили жители? Российская Федерация заблокировала звонки. Ой, за тебя не слышу, когда ты кричишь. Алло, Российская Федерация заблокировала звонки с Украины. Поэтому так. Смотрите, что заблокировало? Звонки с Украины заблокировали. Ясно. Все нормально у тебя сейчас, развивать самочувствие? Самочувствие все хорошо, хорошо относятся. Можешь сказать, ты что-нибудь делал, ну, для того, чтобы вернуть мне воинскую часть, может, звонил, писал военкомат? Я в юридию звонил. Ну, что сказали? Стал обращение в Министерство обороны. Ну, а что, какие ответы? Ну, такие, вынимаются, там, лена и обмена. Включили в списки на обмен тебя. Угу. Сказали, что дать результат. То есть, Министерство обороны в курсе. Да, я понял. Как мама была? Ну, нормально, переживали. Все переживают. И мама, и сестра. И старая сестра, а все переживают. Все ждут, когда процесс сдвинется сюда, клеточится. Угу. За это мы тебя не забыли. То есть, как бы, мы... Ну, меня сразу сообщил, что из юридии я позвонил. Вот, потоком написал обращение на горячую линию, ну, обращение в Министерство обороны на сайте. И потом позвонил на горячую линию. В Министерство обороны. Поэтому знают. По новостям говорят, ну, что-то присутствуют, что говорят. Вторглась ли Россия в Украине, или что-то такое. Ну, мама подхаркована, она подхаркована по правам человека в России. Она дала интервью, что, как будто, обменяли первых девятерых солдат на блеерах в Министерство обороны. Ну, и, как бы, проводят переговоры о дальнейших обменах. Ну, а так не признают вообще, что происходит на Украине. Не понял, что они признают? Не признают то, что происходит на Украине. Бомбежки мирных городов. Ну, я не знаю в этом, как бы, никто ничего не говорит. Бомбежки. Расскажи, как бомба только что взорвалась. Только что, может, ну, пять назад, в метрах двухста, взорвалась бомба. Ну, ракета прилетела. Что я тебе сказал? Что-то уже не подошли к нему. Ну, в течение пяти минут, ну, пять минут назад, в двухста, трехста метрах ракета прилетела. А где? А какому городу стометра? Нельзя говорить. Нельзя. Чтобы не прилетело точно. Чтобы, ну, точно у нас не прилетело. Молодец, что в гол придет. Да, я думаю, если уже готовы на обмен, то бомбить, то не будет никто никого. Ну, бомбежки прекращаются, каждый день прилетает что-то. Ну, писали, что вот в Донецке упала Зибирина в Донецком точку у. А потом было в новостях, что сообщили, что Зибирина упала, хотя это в Донецке были жертвы. Ну, вот. Новости российские. Лучше не верят. То, что в российских новостях говорят, лучше не верят. Удачи, Влад. Тут веришь уже всему, что он пишет. Кто виноват, происходящему в Украине? Можешь сказать? Ты согласие дал на этот разговор? Да, да, да. Все дал. А зачем? Что зачем? Чтобы знали. Ну, Василий, так и знает. Ну, нужно придавать этому огласку, чтобы остальные тоже видели. Ну, про все знают, я думаю. Все знают, что. Ладно, самое главное, что ты живешь, здоров, у тебя все хорошо. Про тебя российская сторона, наша, знает. Министерство обороны. Дивизии знают про тебя. Поэтому будем надеяться, что скоро процесс обмена пойдет. Потому что, как бы, украинские военные тоже при нем находятся. Поэтому, я думаю, что процедура пойдет. Ну, просто то, что происходит на территории Украины, ну, это маленько неправильно, как я считаю. Там, ну, показывают, как бомбят города. Ну, что от многих городов уже ничего не осталось. Давайте ждать обмена. Ждать будем обмена. Ну, хорошо, прощайтесь. Все, давай, пап. До свидания. Хорошо. Хорошо, давай. Пока. Пока. У нас, просто, к сожалению, нет времени растягивать. Да, я уже говорил, много людей, и нужно очень быстро всех прийти. То есть, это краткие, краткие общие вопросы, краткие общие ответы. Вы согласны с тем, что ваш отец не совсем понимает, что происходит? Да. Или совсем не понимает, как правильно это? Ну, может, он что-то и понимает, но просто не придает значения, не знаю. Чисто по-человечески, чувствуете ли вы в себе какое-то раскаяние за то, что происходит и лично от себя? Есть ли у вас такое? Мне рассказывать не за что, я не стрелял, не убивал, никаких агрессивных действий не предпринял против граждан Украины и, в принципе, самой Украины. А если бы была возможность или приказ? Возможность была, и приказы нам давали, но мы их не выполнили. А какие именно были приказы и при каких обстоятельствах это происходило? Я знаю, что мы, получается, двигались в колонии, и вот когда мы отстали, мы находились где-то в лесу, и там отдавали приказ открытия огня на поражение без определения того, едет гражданская машина или что-то такое. А кто вам отдавал этот приказ? Командир взвода другого подразделения. По рации, получается? Нет, мы просто из машин вышли и лишним доводим. Но наш командир взвода сказал, что огня не открывать, садитесь в машину. Нам сказали разведчики, вставайте вокруг машины, также смотрите на другую сторону, но командир взвод нам сказал, забейте на это, сядьте в машину и жидите просто утро, надеетесь, что ничего не будет. А как командиры вашего взвода? Лейтенант Салов, он тут находится. Да, я уже о нем несколько раз слышал. А командир другого взвода, который отдавал приказ? Знаю, что у него позывной «Гром», а так я его сам в первый раз видел. Он с моей дивизии, но видел его в первый раз. Еще раз, дивизия, как называешь? Четвертая танковая, Кантемировская дивизия, находящаяся в городе Нарфа-Минск, Московская область. Позывной «Гром» все вынимается. Каких-то еще данных вы не можете сообщить? О этом командире? Да. Нет, ну в возрасте, может лет 35-36. Ну не в первый раз в боеве есть участие, я принял, как я понял. Хорошо. Ну, вот если бы сейчас вас отправляли в «Гром», какие бы ваши были бы действия? Ну, я бы думал, меня вряд ли отправили. Я бы лучше в самоволе оставил часть, ну, нарушил, получается, законность. Какой-то раз в самоволе оставил часть, и просто на протяжении 15 суток бы не появлялся, меня бы уволили. Я забыл спросить, у вас должность и звание? Звание рядовой, а должность научек-оператор машины БРМ-1К. Это БНП, но с измененным орудием на 73 миллиметра. Вам в данную минуту 19 лет, правильно? 19 лет. Полно, да? Вы успели подписать контракт? Контракт успел подписать 30 июля 2021 года. Я понял, спасибо большое.